Момио поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно. Болеть за СНГ не бросим 1488 циркумфлекс подчеркивание циркумфлекс. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребятки, я жду инвайта сейчас... Продолжение следует... 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 Так, ребятки, я здесь... Сейчас будем турнир от Каскада смотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Ну, я думаю, что вы не против, что StarCraft весь день идёт вместе со мной. Поэтому всем за внимание спасибо. Давайте смотреть. Так, Блэйкин, слушай. Спасибо, Велоцираптор, за сеточку. Дублирую ещё раз вам сетку турнира этого. Продолжение следует. СССР готов. 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 С Так, ребят, на спасибо большое, 555 рублей мне на Тинькофф только пришло за поддержку, вот, я понял, что он минус ждёт победителя по Венером, он прошёл, ну что же, касс, я думаю, не будет так просто, мне надо сдаваться, хотя я без понятия, насколько много сейчас касс тренируется, но я вижу, что по экономике, посмотрите, по экономике у касса вообще всё замечательно, у неё рабочих намного больше, чем у зерга, вообще, кстати, как это произошло, потерь вообще нет практически, всё нормально, ребят, всё, я отвлёкся, мне там бзик писал, все писали, очень кипишной день такой, стрим идёт уже просто нереальное количество времени, за поддержку всем ещё раз спасибо, кто тут, я не знаю, три пятёрочки на Тинькофф кинул, большое спасибо, ребят, Бараков у касса количество увеличивается, сейчас четыре реактора, одна лава будет работать, так, оказывается, наверное, не знаю, против роущеров играл ли он вообще, знает ли, как их принимать, здесь линги сныканы, чтобы забежать, так, Блэйки, прошу вращения, я не видел, просто, ну, сейчас реально кипиш такой был, извини, что не ответил, но ты можешь ещё раз написать, а, бросать ли СК, слушай, ну, если у тебя есть, как бы, вариант, просто, там, прямо, что ты заработаешь, сейчас прямо работы дофига, там, и так далее, то вот это уж твой выбор, ну, как бы, можно и не бросать, и что-то делать, вижу смысл бросать сразу вот так вот, а вообще, в любом, ну, не знаю, до тридцатки-то изи можно, как бы, просто, тренироваться и нагибать, то есть, мне ещё 15 дней можно, а, не 15, но побольше, чем 15, на самом деле, как бы, главная мотивация, всё, то есть, если она есть, нужно действовать, нужно тоже анализировать, что делать, делаешь тоже ещё-то, очень важный этот момент, естественно, не просто тупо ладер катать, стараться, там, реплеи смотреть, разбирать, видеть, как другие игроки играют, посмотрите, что каст творит, а, ну, кастик, ну, мишаня, ну, что это такое, ну, что это такое, ну, где депошки, то есть, видите, Минато просто берёт, забегает на мейн, потому что у каста тупо депошек нет, это что, первый старкрафт, что ли, это в первом так бункера ставились, ну, там подругая физика была, ну, что за бред-то такой, каст на стимпахе врывается, здесь сплошные роучи реводжеры, кстати, нету бейлингов вообще у каста, Мариков, у Минат, простите, Мариков столько, что каст просто разбирает сейчас в лоб, а по нету, хотя лимита меньше, посмотрите, сколько маринеров на тридцатку рабочих больше у Мината и 24 в заказе сейчас боевого лимита, Марики просто разбирают, каст успевает уходить из-под фаербуллов, молодец, третья хата падает, дома каким-то чудом отбился, и вот лимит это уже почти равные стали, офигеть, развалил, Мината сейчас каст, ну, тут роучи, правда, на рампе, нужно ли на рампу вот так вот залезать было касту, еще и под фаербуллы в итоге попал, но Мариков столько, что они с плюс атакой вообще нахрен разбирают, тут 0-0 грейды, каст загружается, улетает 88-79, в итоге 2 в 2 база ситуация, рабочих у Мината, конечно, значительно больше, но грейды 0-0, у каста сейчас 1-1 будут. демонтируется бункер возвращаются герои Марики, конечно же, от той армии осталось, наверное, четверть где-то, что атаковало, но посмотрите, эти Марики еще много сделали и зря каст вот такие вещи делает, что-то опять взял полетел в дроп нужно высадить, полечить их все, дроп этот бесполезный практически сейчас будет хотя если юниты все уйдут, то пофиг, но в это время еще двойной дроп прилетает на 3-ю от каста он собирается поразводить сейчас Мината, разводка получается на ура просто на 3-й базе точно Марики дэмэдж нанесут на мэйне, врываются, но посмотрите, какие они дэмэджи вот если б дэмэджи не были, было бы вообще замечательно Минка минус одна, одна стреляет, роуч убивает здесь Марики дерутся, королева минус, нужно роуч разваливать, те краснющие нафиг 1-1 уже грейды у каста 85 на 101 по лимиту, в это время передроп еще на дальнюю, в карман идет базу минус реводжер здесь тройной дропчик пошел за минеральную линию, одни роучи остаются каст как-то наразводил, сейчас Мината на ровном месте, просто фактически роучи конечно бьются, ищут мародеров, если каст дроп сбрал, вообще бы замечательно было ну да, согласен гон джер поэтому каста строит больше рабов, чтобы если у тебя нет депошек рядом с бункером на мэне, отбиться тупо рабами слить их всех, но зато ситуация потом равна, останется ведь рабов то больше было у Мината оверы что-то по карте тупят вообще жестко каст тут прессует, оверов уже сейчас сапплай блок будет, 122 да, да, сапплай блок, нужно оверов, ну уж заказывать, а это минералы всегда, что за фейлы-то такие долетают еще дропы, вот один медивак стоит, может каст увидит сейчас третья cc-шка ставится, но кривовато, здесь овер висел, ну у тирана здание летает, ничего страшного в этом нету здесь каст дропается, улетает от каста фаерболами реводжера, здесь пытается залететь, пытается как-то запрессовать Мината все еще каст, грейды 2-2 заказывается, здесь только вторая атака с одного эволюшн-эзерк делает тиран двух инженеров, прям под ровущий марики дропаются, ну марики у них хп-то немного ладно, эти мародеры под ровущий прям, но здесь еще одновременно дроп на второй, ровущий тупо каст на них дропнулся, но все развалил, передроп сейчас и сюда идет, просто задропывают своего оппонента каст мариками с нескольких медиваков, в итоге здесь немало так мариков оказывается на этой базе каст все берет, улетает, опять рабочих Минат наубивал, опять передроп на дальнюю, что королеву фокуснуть королеву фокуснули марики сами или каст, я не понял, если честно жмурик титан будет после нового года, сегодня он мне сказал так, уже тренироваться вопросов очень много про титана идет, но да нет, Олежка не забил, конечно, он после нового года ворвется я не знаю, проблемы там какие-то или у него, но он говорил, что он центральную нервную систему восстанавливал сейчас, короче отдыхает, это называется, смотрите какой у каста стиль, а нахрен рабочих много, зачем цц ближе подлетать, пусть дистанс майнингом таскают, гигантский дроп, хотя нет, посмотрите, можно было все взять в этот дроп, кстати, если каст все бы тупо взял, мне кажется он убил, просто дропнувшись на мейну сюда минус овер, чуточку фп от касса перелетел все-таки цц каст не заметил я когда здесь пытается дропнуться, но здесь реводжеры встречают, тут очень опасно на фаерболы на эти дропаться в это время выход какой-то от касса идет, 2-2 грейды готовы, 3-я атака сразу же пошла есть и на 3-я армор, то есть 3-3 может каст заказать, ой-ой-ой, ребята если мината не будет каких-то грейдов еще делать, то с 3-3 грейдами каст, конечно, вот этих роучей с плюс 2 только развалит вообще загружается касс, но не в 7, часть мариков отдала, нафига ты касс загружаешься-то, ё-моё офигеть, тут смотрите сколько армии у касса так иди дропайся к нему, куда ты возвращаешься, он к 7, ё-моё касс сейчас позицию потеряет, он все потеряет, что ты делаешь, касса, офигеть, можно куда насад полетел, мината идет вперед, сейчас реводжерами просто минки все будут выбиты и все будет выбито в итоге, заходит, сюда тоже 2 реводжера кастуют, есть еще минки нет, касс успел вернуться, пока мината тут минки выбивал, минки спасают ситуацию сейчас, я уж думал, сейчас касс просто на ровном месте сольется, возвращаясь мината движет в атаку, убьет и все, либератор минус номер 1, второй минус тоже сейчас будет, фаербула накидано, ну как-то мимо минат кидает, куда что кидаешь-то мимо, ой, какой фарш здесь изроучий сейчас, либераторы стреляют, марики атакуют, танки атакуют, бреды 2-2 в 2-0, заходит мината еще раз, марики, кстати, марики очень хорошо против реводжера роучей решать, потому что вместо одного мародера два марика, и сейчас, кстати, раньше мародер очевидный выбор был против роучей, сейчас даже не очевидный, гг, мината касс разваливает его, почему выбор не очевидный, потому что в меньшем лимите, в меньшем лимите, то есть мариков есть очень большой плюс в меньшем лимите, потому что ДПС, учитывая двойную атаку мародера, сейчас у двух мариков может быть даже больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спайк Дед Я вижу, что ты пишешь Я тебе сейчас скайф напишу свой Добавь меня, просто мне сейчас некогда И так много отвлекающих моментов всяких Вот Но как раз таки Именно такой турнир мне предлагал Человек, который В СНГ от Близзарда Сейчас Ну со мной контакт Нашел мой контакт Миша Через Мишу, через Майкера По комьюнити он работает По СНГшному Соответственно Если получится такое сделать Будет вообще великолепно Конечного Для чего Каст-центр синтеза строил Ну видимо это скорость Медиваком, грейд на скорость медиваком С центром синтеза по-моему делается Или же на Баншу Так, Вориан 500 На Киеве вижу тебя Спасибо за стримы Что стримишь наш Турнир Или что там Спасибо тебе большое Очень приятно Да мне Больше Старкрафта Больше Старкрафта Лотов Лотов Оживил Я считаю сцену По скилу нашу Это очень важно Буду надеяться Что Во всех командах Начнется оживление Может быть будут Какие-то составы Где-то И вроде как Команды понемножечку По-немножечку Появляются Это было бы хорошо Ну да Раньше Раньше Либератором Еще Блэки правильно Говорит Это еще Центр синтеза Не хочу Кас Просто Отплекать Пока Потом Отпишу Если что Ну а за поддержку Всем еще раз Огромное спасибо Ну согласен Про Ходс Я абсолютно Да Ходс конечно Ничего хорошего Не привнес Но все-таки Евросцена ВЦС Там и Корейской Это пофиг А вот в СНГ Что-то Ни турниров Ничего не стало Совсем Ладно Не хочу Вперед загадывать Может быть Нужно просто нам Кто к Старкрафту Вообще Какое-то отношение Имеет Более активно Действовать Вот Поступают Предложения Мне уже Ни раз Ни одной Причем От разных Людей От Близзарда Там Человек И вот Еще от человека Сделать Типа аналога Home Story Кап Может у СНГ Какого-нибудь Ну без буржуев Для начала Я думаю Ну так Чисто СНГ Какой-нибудь Турнир веселый С интервьюшками И так далее Я честно говоря Не против Но это очень тяжело И нужно все обсуждать Как и что делать Может быть Что-то в будущем И получится Но это уже Наверное Ближе К лету Весну Где нет Так Не ну с буржуевым Просто это Со всеми Всеми Это конечно Круче Но это тяжелее Нужны переводчики Нужно там Больше движухи Много всякой Хотя бы Для начала Что-то такое Наше сделать Просто Ну да С Нревой Тиранвиком Со всеми 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 Купим Чисто будет Как понимаете На хоумсторе Будет как бы Чисто у них Бухло Там идет Перерывы Все какие-то Упоротые Там юмор Будет какие-то Фалосы Там резиновые А у нас Будет чисто Ревчик У перчатки Тиранвик У перчатки В ринг Там попер Ну или там Против Култи Там я не знаю Молодые С молодыми Все Будет В перерывах Такое У нас Разбор Полетов Так сказать Сливку Позовем Инструктором Просто По физподготовке Сливка На техно Правда Может всех Отправить Вот Так Ну что Ребята Мух Делается Умината Каста Цэшку Ставят На Факте Реактор Старпор Поднял Лаба Для Банши Да я шучу Конечно Не просто Ну Вы видели Сами Что На Home Story Кап Там Весело Конечно Но Это Чисто Мы Сделаем Что-то Противоположное Забегают Забегают Линги Оп Кас Хорошо Какой залп Хороший Сразу Половина Минус Поехал В контратаку С четырьмя гелионами Золото Ставят Мината Есть два Криптумора Нужно Вперед Их Распространять Но так как Здесь гелионы Рядом Лучше Этого Не делать Сейчас будут Уничтожены Барабам Минат Мерчика Плюсе 37 31 Отгоняет Гелиончиков Каса Так Велоцираптор По поводу Вавроса Нет Пока Здесь На старой Вот Все здесь Привет Зил Всем привет Понемножечку Понемножечку Мината Золото Начинает Добывать Касу Нужно Какой-то Дэмэдж Нанести Хотя бы Иначе Будет Плохо Потому что У него Третья Сц Только Заказана По рабам Сейчас Минута Вперед Выйдет И все Они будут На золоте Хороший Контроль Заказывает Спурку Из Дэмэдж Точнее Из Рабочего Банша Стреляла Все Золото Полностью Раскачано 1600 На 1300 1200 Сейчас В пользу Мината Чапо Добычи Ну Кас Не согласен Он собирается Добычу Это нарушить Немножечко Но правда Что эта Банша Может сделать Которая На 2 Выстрела Королеве Думаю Что особо Ничего Уже Да Вэбка Нужна Так Бланжер Ты все Про Твою Игру Говоришь Я думаю Что Если Мината Просто Знал бы Сколько Юнитов У касса Медивак Сидон На Клике Зашел Наверх Позицию Занял И ничего Не сделать Было Уже Там Ну что Кас Прохарасил Он все равно Больше Мината Рабочих Он Четвертую Ставит Базу От потери Банша 2 Гиллиона Рипер Против 8 Рабочих 12 Лингов По ресурсам Зирк Тоже Больше Немножечко Потерял Ну Оно И очевидно Здесь Банша Прилетает Еще Одна От касса Здесь Три Королевы Здесь Есть Уверсир И особо Ничего Не Поубиваешь Роучи Все Больше И больше Делается Рейнжовая Игры Д 1 1 У касса Тоже 1 1 Сразу Арморин Ставит Что-то Прям Сверх Рана Как-то Толи Завтыкал С вами 1 1 Не знаю Для чего Ему Такая Ран Арморин Бараков Все Больше На них В основном Реактора У касса Еще Два Добавляются Он любит Масмариков Кстати Масмарики Реводжеров Разваливают Неплохо Вебка С зеленым Фоном Или обычной Я не знаю С каким Фоном У меня Нет Ничего На фон Будем Разбираться Сначала Мне нужно Хотя Переехать Все Это Сделать Дать Долги И т.д. Как только Все это Будет Решено Тогда Уже Все Делаем Четко Бзик Турнир Который 5400 Призовой 6к Человек Закидывал Если ты Про этот Да Я видел Конечно Я ему Отпишу 2 числа Nation Wars Все равно Будет Я думаю Что в час Я и этот Турнир Отстримлю В принципе Ну если Конечно Занят Не буду Чем-то Но я не Должен Чем-то Занят По идее Ну что Медивай Летают Банши Две штуки Кас Вычинил Судя По всему Их Пытается Еще Где-то Что-то Отшакалить Энергии Достаточно Много Почти Одинаково Кстати У одной У другой Можно Ворваться На это Золото И начать Разбирать Но здесь Две Королевы Одна Из них Правда Дэмэдженная Видит Кас Королев Видит Так Кас Что же Ты Делаешь Контроль Мягко Говоря Не Очень Ну конечно Пропиши Организаторы Которые Сами С такими Призовыми Турниры Пилят И вообще Как бы Пилят Старграфте Турниры Им Всегда Респект И конечно Надо Поддерживать Всех Пошел Налом Сейчас От Минака Один Один Против Один Один С тем Пач Кас Мариками Без Щитов Еще Через 8 Секунд Только Щиты Будут Танки Падают Кас Не Законтролил Танки Марики Бьются Если бы Они Сразу Были Со Щитами Я думаю Шансов Было Больше Отбиться Два Либератора Минус Моментально Делает Минато Заходит Наверх И Кас Все таки Не справился С контролем Если Танки Идеально Контрол Может Что то И получилось ГГ 1 1 Резкий Врыв Нереева Турнир Года Мутит Ну Все Тогда Starcraft Жив Законтрол Законтрол Так Все А Я понял Мне Отписал Паша Ревчик Конечно Паша Вот А не Какой Другой Паша И Я понял Что там В чем Идея Ну Будем Разбираться Послезавтра Если Будет Так Будет Тогда Я поговорю Со всеми Какого Вот Если Готов Будет Как бы Один Один Счет Решающий Чуточку ФП Ох Откас Элегантность Какая Пошла Посмотрите Как он Это Делает Мне Надо Быстренько Жене Звякнуть Сейчас Я Очень Без Так Вам Вернусь Ребят Извините Пожалуйста Пару Минут Буквально Пару Буквально Режим готов. Брось с дороги! Улучшение завершено. Кому навешать? Бегом марш! Эйсэн готов! Что на новенького? Все, ребят, я вернулся. Вооружен и опасен! Ну что? Минато абсолютно не готов был к тому, что делает сейчас КАЗ. Второй бункер ближе к хате. Хата сейчас будет минус. Кстати, крип начнет очень активно спадать. Если крип спадет, можно будет еще и вот эти камни убить. Вообще полностью заблочить. Например, рампу так некоторые делают игроки. КСМ приходят сюда еще от КАЗа. И блин, вот этот-то уже лишнее, конечно. Он собрался наверх врываться и пушить оппонента своего Марика. Мариками без щитов плюс КСМами. А тут четыре Беллинга. Ребятки, Беллинги идут вперед. Минато окружаются нахрен Беллингами. КАЗ, зачем ты влез тут туда? Ё-моё! Просто попали в зерговский ад эти Марики. Здесь реально много рабочих, много лингов. И все эти звери просто сгрызли. Сгрызли. Это как вообще, я не знаю, сценарий к новому фильму. Зачем КАЗ наверх полез, не понимаю сейчас. Думал, что Минато Бейнов нет. Кстати, если бы Бейнов не было, было бы очень опасно. Но даже несмотря на это, тут очень много Мариков строится. И все равно можно еще легко выиграть, кстати. А что КСМ как что-то выехало? ЦЦ-шку хотел КАЗ запилить, так ресурсов нифига нет на ЦЦ-шку. Ура-бам, 16-17, одинаково почти. Минато восстанавливает плетку, понимая, что может быть еще один урыв. Здесь криптуморы у нас спилятся. Так, ну плетку... Минато, что ты делаешь-то? Сверху она не достанет, хотел вниз спустить, но внизу здесь бункер зато достанет. Вот сюда крип, да, надо чтобы распространился. И там можно вот сюда будет какую-то плетку вкопать, чтобы бункер уже начать выбивать. Отсюда рейнжа, конечно же, нету. Кстати, как делать, чтобы рейнж ее видно было? Ну ладно, рейнжа не видно. В рейнже бункер и плетку нужно эскейп нажать, выкопать. Трансьюз необходим на плетку. Королева спускается, мариков отгоняет. Да уже лингов столько, что можно спокойно выбить, все. Трансьюза на плетку нет. А, и не было энергии, потому что заходят Минато, и нужно ли было ждать? Вот я не уверен, что нужно было ждать. Сгрызают все линги. Первый бункер взрывают с бэйлингами. Здесь просто сгрызает Минато. Еще десять лингов запилено. У Касса дома ЦЦ. Барак Мариков дома ровно ноль. Посмотрите, если будет сейчас бэйлинг... Как Касс не предусмотрел эту ситуацию? Он не успеет Марика просто завести сейчас домой. Хотя нет, один зайдет. Ну сможет ли один спасти от бэйлингбаста полноценного здесь Касса? Я очень сильно сомневаюсь, что сможет. Хотя может быть и сможет. Ну что, Марик пришел домой. До бункера дойти сможет он хоть? А, бункеров вообще у Касса нет. Он просто дублирует все зданиями. Тут блочит. Девять бэйнов морфится. Минато начинает грызть депошки. Депошки, кстати, вычинить никак. То есть можно тупо сгрызть сначала лингами, потом бэйлингами все, например, взорвать. Можно Марика убить, сгрызть его сейчас. Нахрена ж ты, Минато, все бэйлинги-то потратил в барак в этот. Если, правда, сейчас он упадет. Печально, барак падает. Касс не может вычинить. Мариков здесь нет. Линги все новое-новое прибегает. И Минато чудом кем-то выигрывает. Все благодаря ошибке Касса. Зачем-то он полез наверх и отдался, конечно же. ГГ. Вот такая вот игра. Сейчас у нас, получается, будет финал. Минато против Комплейна. Бо-7. Ждем. Пятая вот эта игра. somewhere будет маленьких. Один среди. Какая-то одна вasant. Их трудно отметить. Неост 머зимая. Об 재умивании, Вот три mugня. а против а точно не комплей на аддон минус точное прошу прощения их путаю они же оба из израиля но аддон минус процесса комплейн тиран то есть у нас будет сейчас минато против аддон минуса pvz соответственно ну посмотрим pvz что я могу сказать интересно а а ну что ж дуем а это так минато мне пишите отвлекся про косячил может этот бзик я хз будет кипишить выпилями просто и все что больше ничего не поделаешь особо оп циферки сокращаются все сокращаются отлично аддон минус здесь сейчас я ребят подойду секундочку точнее минуточку это что а от вы что то а и Продолжение следует... 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 8, так, нет, 7 гейтов, блин, практически готов, и просто какой-то аэропощёнчик получает, 7 гейтов, блин, практически готов, прот-стреп. Ну ладно, это не сюда, это надо к этому, к товарищу, который на дингит стримит, вот к нему туда, но он, правда, не русский. Нужно пробивать, сейчас камни будут. Минус камни. Мазеркор висит, энергии очень много, но посмотрите, сколько гидролингов идёт от Мината, но чёрт побери, если ты столько гидры строишь, почему ни одной атаки на неё нету, блин? Мазеркор минус, вот тебе и 130 пм, не среагировал протс, в это время ушёл, пока он четвёртую базу выбивать будет, он лишится всех пилонов, просто на третий, третий база, и ещё на мэне могут быть проблемы. Короче говоря, не очень хороший расклад, я бы сказал, сейчас для протса. Возвращается Мината назад гидрой, линги уже убили, всё абсолютно здесь, просто вот один быстрый врыв и ничего не сделать. Сталкеры разделились по частям, вот группа здесь, группа здесь, конечно же, так делать не стоит. Нужно и Фениксов сюда приводить, и всеми Сталкерами вместе, плюс Фениксы пытаться разобрать, но тут были брудлинги, тут маслинги, просто всё нафиг. Мината поймал сейчас, и это полный провал сейчас был для аддон минуса, в это время тут, правда, на мэне призма с центрями, с адептами, плюс Фениксами пытаться что-то сделать. Чудом выживает сейчас Медивак, вот поэтому обязательно в лотве нужно иметь Роуч Ворон, потому что если у тебя есть один Роуч, ты можешь ключевого реваджера и можешь филды убивать, но тем не менее всё равно не справился, всё равно не справился. Так, НВГ спрашивает на СК 2 ТИС, что будет, если по три спорки на бою ставить Зергу от Фениксов? Ну, будет как бы лучше оборона, но представь, какие это вложения, то есть такой момент, две ставят, но по три никогда не ставили, вот просто даже с тремя спорками ты их так, ну, можешь не поставить настолько идеально, чтобы вообще ничего было не убить Фениксами. Тут больше решает контроль, чтобы оверы куда-то там вперёд не вылезали, чтобы дронов отводить, если Фениксы какого-то направления там летят, королев не выводить из рейнджа спорок, чтобы их не поднимал вне рейнджа спорок оппонент Фениксами. То есть тут вот это очень сильно решает, а так хоть 10 поставь, ну, где-нибудь что-нибудь подрезать можно будет, если криво будет всё какой-нибудь вперёд там лететь, ломиться. Так, захожу в игру, нет, записи Тиран Викблай пока нету. Ну, скоро будет, как я закончу, я начну всё выкладывать понемножечку. Ну, кстати, могу сразу сейчас выложить. Попробовать. Место уже кончится опять на диске. Да, всё, запись нашёл. Да, начал выкладывать, я думаю, что интернет меня не обрежет это сильно. Чатик буквально на пару секунд упал, восстановился. Фулгор поддержал ваш канал на сумму 812 рублей ровно. Спасибо, Фулгор, очень большое спасибо тебе вообще-то, как бы, поддерживаешь всё время. Нет, не туда я оставлю. Счёт 1-0, Минатыч ведёт 812, прямо как Бородинское сражение. Глубая элита, смотри, пацаны не поймут, могут не понять. Спасибо тебе, приятно, что прибывает. Вроде так. Так, НВГ, ну да, я тебе говорю, что если посчитать количество хараса, естественно, потеря... Зачастую ЗРГ больше теряют, но вопрос совершенно в другом. Тут можно контрить это контролем, я говорю тебе, то есть ты можешь... Ну, три спорки, допустим, как поставить их? Вот здесь одну, здесь одну, ну здесь одну. Вот идеально, да, как бы, как базу оборонять, например. Но, когда у тебя Феникс есть, вот здесь спорк стоит, просто подлетел с газа трёх, забрал, улетел. И так по КД можно забирать. То есть ты хоть, я не знаю, ну, чтобы полностью оборонить, это четыре уж то надо, я не знаю. Сюда, там, сюда, 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 и то у тебя какая-нибудь королева может выйти там и так далее. Но четыре это уже перебор, то есть, ну тут, короче, такие дела. Тяжело, в общем, с порками вообще стационарными законтрить. Прибегают линги от Мината, хочет он подгрызть очень сильно аддон минуса. Кстати, без мула сейчас ещё часть лингов сзади где-то идёт. Уже пробок отгонять, что-то обнаглели совсем. Пилончик отменяется, ещё один сзади пошёл. Сгрызает Мината ещё пробку, ещё пилон пытается подгрызть. А лингов-то всё больше и больше всё двигается. Что там происходит-то, ё-моё, ребят? Чё за пригор сегодня? Люди какие-то банятся, которые вообще всегда нормально вроде. Сюда не пригорает у тебя. Линги всё подходит и подходит. Но у Мината с рабами гигантские проблемы. Линги по очереди всё отдаётся. Девять уже рыл нащелкал адептам просто. Адон минус. Это же жесть какая-то десять. Ну всё, адепт наконец-то упал. Но выходит новый, который столько же может наубивать. Здесь у нас стенка на рампе есть. Но у Мината чуть-чуть с адептом дерётся. Это сгрызалити пошло просто максимальное сгрызалити. УКД инъекции, УКД всё. Нексус сейчас может упасть. Сюда пытается Мината пробежать. Адон минус ставит ещё один пилон. Нет смысла больше там ничего делать. Нужно Нексус убивать. Всё правильно ты делаешь. Не надо никого обзывать. Если кто-то кого-то обзывает, надо наказывать. Тиран Вику я тоже нет объяснял ему. Объяснял другое совершенно. Что-что. Это ему мешает. Ну что, четыре дрончика ещё строятся. Третья Хатмюшку добываться начинает. 29-25 по рабам. Таракул влетает сейчас на мейн. Адон минус в тупую под споркой. Убивает двух дронов. Потерял больше половины ХП. Конечно, это плохо было. Два Оракула от адона уже сюда подлетело. Королева успела под спорку уйти. Здесь что-то дроны катаются. А, Минато, наверное, прокликал. Через Control выделил всех дронов. Либо через двойной клик. Наверное, отсюда случайно выделились. Перевёл в итоге случайно на мейн. После Оракулу Фениксы уже пошли. Нексус восстанавливается. Адон минус, кстати, тут смотрите-ка. Бьётся как может. Не расстраивается. Здесь нужно... Минато, наверное... А-а-а! Очень естественно. То есть, Минато, похоже, собрался делать без лейровый пуш с королевами роучами. Вот. С трёх баз. Ну, интересное, конечно, решение. Но крипа нужно сюда тогда больше, во-первых. Во-вторых, без лейра делать. А вдруг здесь дарки будут? То есть, это всё дарки. Идеально контрят, например. Ой. А может, Минато не будет ничего делать. Сейчас посмотрим. Может, он будет в лейр выходить. Я даже не знаю, ребята, если честно, что тут будет происходить. Ну, вот посмотрите, рабочих сорвал Минато и не направил назад, причём они могут показываться никак не работающие, потому что они ходят за каким-то дроном сейчас в тупую. Минато этого пока не видит. То есть, и это тяжело очень видит. Роучи идут вперёд, их поднимают фениксы. Роучи терять не стопишь, и реведжеры нужны сейчас будут. Дронов Минато так и не видит, что они тупо резят тут по-конкретному. Очень много лингов в продакшне. Пошли реведжеры первые. Это четыре штучки. Не сконтролил Минато в итоге что-то нифига. Подходит лингами сюда. Королевы с роучами проходят. Далее королевы подняты фениксами. Вот которые фениксы подняли королев. Их можно вот этими реведжеровскими фаербулами кастовать. Почему же они стационарно, они не двигаются. Очень ё-моё. Сколько пилонов у аддон минуса. Сколько энергии. Оракулы. Фениксы. Всё это королев жгёт. С фениксами ещё не поделать. Но по земле Минато слишком много роучей реведжеров. По воздуху Минато фениксов убил, но... Простите, оракулов убил, но фениксы остались ещё. Мазеркор чуть не забрал. Но чуть не считается. Тут ещё на один пилон выставлен. Оверчаж. Нужно попытаться. Ещё может фаерболом было бы попасть по Мазеркору. Но не попытался Минато. Линги дотекают сейчас. Мазеркор ещё есть. Ещё здесь два пилона с той стороны. Роучи заходят с лингами на мейн. Но тут адепты варпятся резко в проход. Выставляется два оверчажа. 71 на 70 по лимиту. У Мазеркора энергии больше нет. У фениксов энергии больше нет. Грелка вышла. Здесь у верчажа всё ещё работают. Минато отдаётся потери уже жёстче гораздо. Знаете, как Минато здесь... Даже если... Да блин. Даже если Минато Нексус грызёт, то просто очень качественный лимит остаётся. Он этими фениксами сможет харасить. Плюс Грелки идти вперёд. И Нексус спокойно восстанавливает. Не понимаю, что Минато такое делать. Ему, блин, просто лэйр бы сделать на этой карте. Да в Гидру бы выйти. Это было бы лучше гораздо. Ну вот он ломится, ломится. Отдался всё. Адон минуса АШПМ до 174 поднялся. Прям нежданчик какой. Обычно 130. Ну вот, да, Феникс и Грелки летят вперёд. Ездит Спорка, плюс Королев много есть. Ну, купит сейчас. Минато Королевку увёл. Но минус Феникс криво под Спорки поднял. В итоге не очень. Грелками можно Хату, да. Вот здесь Спорок зря не наставил в итоге Минато. Здесь можно в тухую Хату забрать. Трансьюз на Спорку! Давай, Минато, что же ты делаешь? Трансьюз даёт… Так, Королева еле уходит. Что случилось такое? Секундочку. Так, всё, я здесь. Всё нормально, ребят. Ну вот, копил Минато юнитов ещё. Посмотрите. Но, что мне поражает, Минато не слезает с этого улына просто. Он всё ещё Королева Роучьем и пытается Илингами что-то доказать здесь. А там Грелки мастятся уже. То есть, если сейчас Минато пойдёт вперёд и опять же ему выбьют всех Королев, то он проиграет. А Королев выбить можно будет. Тем более, если он так будет их отдавать. Реводжеры тут идут. Он подгоняет Фениксов Минато. Линги выходят вперёд, Реводжеры выходят вперёд. Но здесь-то Грелок висит пять штук уже. Без плюс один, правда, но скорость плюс один будет. Минато двигается вперёд Королевами. Нужно Криптумары ближе туда передвигать. Реводжерами небольшой наломчик такой был, но… Так, Королевы заходят. Королевы тут в узком проходе встали. Сейчас Фениксы начали поднимать. Нужно фокусить. Феникс уже всё пытаться отфокусить. Роучи Реводжеры заходят наверх. Но Минато может, конечно, опять Нексус убить. И тогда по экономике не лучшая ситуация, конечно, будет здесь аддон минуса. Но Королевы все в воздухе. Видите, Трансьюз здесь возможности нет никакой. В это время забегает Минато на Мэн. И только за счёт экономического преимущества сейчас может вырваться ещё жёстче вперёд. Минус Адеп. Возвращаются Фениксы, Грелки. Но почему Нексус-то второй не выбит? Кстати говоря, Нексус второй не выбит. Пробок 21 на 37. Нужно продолжать масить Королевы, Лингов и юнитов боевых, что и делает Минато. Нексус пытается выбить. Что-то там кликает юнитами то ли на F2, то ли непонятно куда. 9 всего пробок. Осталось всё аддон минус. Единственное, что он может сделать, то полететь вперёд. Гэ-гэ пищит аддон минус. Минато всё-таки прогрыз его. Ну, упорный, упорный Минато у нас сегодня был. Я вам скажу так. Жду инвайта 2.0. Минато всё под litеем. Жду хост, жду инвайта С нетерпением Так, прыгаю в игру Ну и жду начало С нетерпением С нетерпением Так, кто-то не зашел еще Мы его ожидаем, судя по всему, того, кто не зашел Все, наконец-то начинается игра Третья игра Минато против аддон минуса Внутрикомандная лига, команда каскад Идет внутрикомандный турнир Успели мы после шоу-матча только на Минато против касса игры Ну и на пенал Турмир уже давненько идет, насколько я понимаю 2-0 Минато ведет Центральный протокол карты Респы, посмотрите, какие респы Ближние Посмотрите, как мало здесь идти Тут Минато может попытаться какой-то пуш его стиле показать И леспы благоприятные для этого Смотрите, какие респы благоприятные для этого Смотрите, какие респы благоприятные для этого Ну что, почти готова вторая хата Турмир Мазеркор готов Минато прилетает, видит, где его оппонент живет Ну что, будет ли пытаться подзапушить? Интересно Если сейчас мы увидим королеву Да, и на мейне строится еще королева Но дрон куда пошел? Дрон куда-то пошел Третью что-то ставить? Не понимаю, куда Минато дроном пока пошел Ну, третья королева делается Да, на золото Минато приходит Третья будет на золоте, судя по всему, база То есть вперед он ломиться не собирается, насколько я понимаю И аддон минус трое Старгейт Нормальный выход с королевами Правда, вот особенно на такой карте Где идти просто всего-ничего Старгейтом ты особо и не отконтролишь Продолжение следует... Так, фениксы строят Так, фениксы строят Ну что, минус овера дончику сейчас Точнее Минато Двумя фениксами На камнях, через которые можно попасть на мейн Стеночка пошла с гейтов пилонов В аддон минуса 1-1 Минато Милишные грейды делает Золото вовсю уже добывается Посмотрите, кстати говоря Ну а дон минус прилетает На это золото Начинает харасить Напрягать Ну Вот спорки две, пожалуйста Перекапываются А не так, чтобы рабочих Еще лучше защищать Ну да Тут хорошая позиция Спорки Почти погиб феникс Но дрона все равно получается Подрезать На пофиг Линги здесь рядом бегают Можно камни прогрызть Ну здесь адепты ставят Камни Кстати Адепты по ренжу Через Ну вот только с этой позиции Вот отсюда лингов нужно везти По центру можно грызть легко Как бы И адепты не будут доставать В этом я уже убеждался Делается лэйр четвертая Макро хата Криптумор Прям под пропаса базой Лингов все больше и больше Чем собирается воздух Отгонять Мината Я пока не понимаю Если честно То есть собаки С собаками Но фениксы что-то Доминируют Слишком по воздуху Как по мне Они очень много Дэмэджа будут наносить Спорки еще добавляются Но А на открытой Это карте Как быть Еще одна хата Ставится от Мината Здесь можно пробить Кстати говоря камни И смейна на эту хату Доступ будет вообще рядом Нужно бы этим и заняться Сейчас Ну что прибегают линги На третью базу Кадон минусу Масса забегания Посмотрите сколько лингов 1-1 грейды 2-2 У Мината заказаны Просто провал Для процесса Смотрите Сгрызаются Все адепты Сгрызается Нексус Отменяет правда Его процесс Поэтому ресурсов Так много не потеряет Здесь у нас Камни пробиты Можно попытаться К рампе ворваться Сейчас Но Мината Не врывается Нужно убить камни Что и делает Зерк сейчас Нужно часть лингов На мейн завести С двух сторон Чтоб их пробивать Да С двух сторон В итоге Мината И пробивает Прогрыз Камнями Мината В итоге Мне почему-то Кажется Что Мне почему-то Кажется Что звук Немножечко Косящит Потому что Когда линги Камни грызут Нету звука Как они их Может это Баг какой-то Наверное Новый Я не знаю Но звука Как камни Грызут Нету Линги Мината Какой мазохист Он Лингами Адептов В лоб В лоб Собирается Разваливать Зачем Придумывать Велосипед Зачем Лингами Адептов Пытаться В лоб Развалить И конечно же Адон Минус На скорости Атаки Адептов Просто Лингов Сейчас Разбирает Всех Нафиг Феникс Минус Так Археоптерис Я не делаю Ставки На кибете И нигде Не делаю Ну что Опять Забегание По четвертую Но В это время Мината Переходит В ультру А вот это Уже Может Зарешать Хотя Тут Дарки Вперед Поперли Смотрите Линги Врываются Но здесь И дестабилизаторы Здесь И билонов Миллиард Здесь И адепты Стоят Там Всего Масс Пошли Имморталы 128 131 По лимиту Равная Вообще Пятая Хата Пошла Врыв Идет На четвертую Базу Кстати Мината Не готов К этому Врыву Абсолютно Окружает Хату И адон Минус Уводит Всех Дарков Хотя Мук Хату Минус Но Решил Что Четыре Дарка Ценнее Чем Высокая Вероятность Убийства Хаты Почему Я говорю Что Высокая Вероятность Потому Что Адон Минус Не знает Здесь Лива Версиры Или Где-то Вдалеке А если Были Либо Рядом То Можно Все Было Потерять Так У меня Нет Рублей Там Никаких Я Так Как Сотрудничаю С ними Иногда По фану Ставлю Фантики Фантики Там Есть Такие Как бы Не Деньги А Условные Единицы Их Я Иногда Ставлю Просто Чисто Чтобы Проверить Себя По Приколу Я думаю Ты понимаешь Что это Разные Вещи Совершенно Вы Смотрите Подстройки Под Ультрал Лингов Идет У аддона Уже Четыре Иммортала Есть Сейчас Еще Два Выйдут Здесь Врыв Идет Просто С ультралами С лингами На вторую Базу И Прот Не Готов Только Архонами Адептами Идет А имморталы Думают Что ты Делаешь Аддон Возьми Ты Иммортал Вот Это Уже Страшнее Архона Четыре Иммортал В шесть Два Дестабилизатора Могут Попасть Плюс Адепты Так Ультра Заходит Как же Они Здания Прессуют Эти Эти Бивни Жесткие В это Время Забегание Идет На Четвертую Базу Здесь Юнитов Аддон Минус Не Оставил Никаких Вынужден Сделать Телепорт Линген Адреналине Сейчас Просто Нет Все Не Сгрызут Попытался Минато Забежать На Мэй На Мэй Не Забежать Но Пропустил Куда Ты Иммортал В то Отвел Имморталы Падают В итоге Что Ты Делаешь Как Он Стоял Хорошо Встречал В это Время Ультрала На Вторую Линген На Мэй Не Беспределят У Аддон Минуса Просто Началась Начался Такой Провал Такой Кипиш Начался Что Он Не Успевает Юниты По Отдельности Идут С разных Сторон Такие Особенности Карты Здесь Нужно Вручную Законтроливать На Мэй Конечно Отобьется Но В других Местах Навряд ли Одон Минус Отобьется Дестабилизатор Минус Архоны Падают Минато 3 3 Уже Сейчас Будет Грейды И Вместе С Адреналином Это Вообще Смерть И Плюс Ультрала С Ну Ещё Ультралы Бегут Слингами Ну Тут Кэш Пробс Их Разваливает Но У него Ничего Не Осталось Кроме Огрызка Мэйна И Почти Уничтоженной Вот Этой Базы Этих Ультралов Конечно Одон Минус Убьёт Потому Что Здесь Очень Много Дэмэджа От Иммортал От Адептов Тут Клап Смотрите Сколько Мясища Сколько Мясища Здесь Жесть Какая Ну Вот Что Осталось Что Это Такое Вообще Один Отключенный Гейт Три Здания Крестом Прироста Нет Добычи Нет Нексуса Достроенного Нет Нужно Ити В Контратаку Но Это Бессмысленно Практически Тут Конечно Боевого Лимит Не Так Много У Минато Но Вот Этот Последний Путь Юниты Эти Которые Идут Они Не Смогут Убить Все Это Точно Прошу Минато Сейчас На Мультитаске На На Разных Направлениях Врывах Развел Просто Зерга И Убил Простите Проц И Убил Ну Так Зерги И должны Играть Как Минато Если Ему Дают Выйти В Такой Микс Почему Нет ГГ Бежит Адон Минус Три Ноль В пользу Минато Уверенно Он Пока Выигрывает Доведет До Разгром 4.0 Или Все Таки Адон Затащит Хотя Б Хотя Б Одну Игру А то Может И Больше Мы Сейчас Это Поймем Естественно Как Фан С И И И Субтитры сделал DimaTorzok Кая, блин, ну тебе вообще респект, конечно, просто Тебе вообще респект, спасибо тебе Если бы не твоя динамика, то тогда бы всё было бы грустнее С твоей динамикой, походу, мы, может, и до Нового года справимся даже Хотя не до Нового года ещё порядочно, конечно, но Сколько там? Сейчас обновим 20 сосек ещё осталось Ну, это уже куда не шло, учитывая, что там ещё с премиумов что-то будет Я так обрадовался, что в игру не захожу Захожу Спасибо большое Текст обновляю Так, а что у нас получается-то? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Опа, приятно, приятно Шайба, привет тебе! Привет Племяннику твоему или брату забыл я, прошу прощения Дико прошу прощения Ну вот Всех с наступающим, ребят! Конечно же, Новым годом! Так Нет, наскрёб, не наскрёб Ты видишь на экране в правом верхнем углу Ещё пока нет, но Но Уже почти что да Но я говорю, увидим к концу января, наверное, меня там Ну вот В этом Ну как увидим Это будет в моей комнате просто происходить Просто останется мне запилить вебку и какой-то фон Собственно говоря И будет всё значительно лучше тогда Буду я уже с вебкой Со всеми делами Спасибо, Текая Ещё раз Очень приятно Ой Кстати, забыл Конечно, на Киви ещё Вариан 500 И на Яндекс 40 было Так, плюс 540 Сейчас нужно мне обновить кое-что Вот так вот получается будет Спасибо всем, ребята Блин, опять Что-то я аддону в счёт ставлю Что-то вот как-то мне походу не хочется Чтобы он выигрывал Хочется побольше игр посмотреть Да, вот так Мината 3-0, конечно же, ведёт Кстати Так, рич и рич Да, тридцатка Тридцатка 15 января А что делать Всем когда-то Ну ладно, всем Не всем, конечно Ладно, что-то я о грустном сразу вспомнил Про друга своего Не всем тридцатка бывает, ребят, в жизни Поэтому Всем здоровья Будьте аккуратны Вот Ну и всех с наступающим На Джангл Стори в БВ Какой у тебя никнейм-то был Я что-то уже и не помню Джангл Стори Помнишь, что такая карта была? Помнишь, что она мне чуть не очень нравилась Ну что, Мината лингами вперёд выдвигается Процесс увидел всё, что должен был увидеть Увидеть базы Твой кар Ну, может, и рулит Стараюсь не заморачиваться с этими вещами Такими, как Астрологи Вот эти вся хрень Какая-то, по-моему, полная чушь Хотя вот на мейле Когда на Mail.ru Ну, он открыт, чтобы там вдруг Чё-нибудь на PayPal Там пришлют Или куда-нибудь там Раньше Ещё откуда туда Ну, Скрилл Ещё там, я не знаю Приходит мыло Ну, там есть гороскопы Иногда было Невольно откроешь Там, оп Пятёрочь Вишалекс поддержал ваш канал На сумму 500 рублей ровно На студию Спасибо, Вишалекс Большое тебе Очень приятно Ребят, всем большое спасибо Вот Короче, туда зайдёшь Баха там Там прямо Всё ровно Всё там пишут Всё там Чётко сегодня будет Ну, думаешь Ну, да Походу, чётко будет На самом деле Я думаю, что это фигня Всё Спасибо, ребят Большое Фух Чё-то по игре Пора бы что-то сказать Ну, хотя до этого Я много по игре говорил Уже, как бы Весь день С 14.00 Стрим идёт То бишь Уже 11 часов На данный момент Он идёт Получается 12.00 То есть А, в каких 11? 9 часов Прошу прощения 12 было бы 10 24 Потому что Добавляется Гейты Адон минуса Такое ощущение Что поплыл Адончик Решил уже Заулынить А может быть Просто к Минато Ключ нашёл Кстати Минато-то Роучи не любит И как раз Такими вещами Можно его убивать Так Название стрима Блин Касминато Действительно Название стрима Пора изменить Но здесь идёт Сейчас замес Пойдёт Ребята И если Сейчас Адон Минус Не проиграть То я изменю Ты встал В час И я начинал Не Я Хотел Начать В час Но я начал Без десяти Их два Потому что Я с Чарликом Пошёл на речку Прогуляться Вот Там Даша Жена моя В областной Лежит больница Прямо Она около речки Находится Не помахала Мне с окна Рукой И позвонил 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 Поговорил Ну и Смотрел Начальника Немножечко Ледок Взялся С берега Ну что Тут Жёсткий Хара С адептами Идёт Пурабам Пока что Отстают Протс Но посмотрите Адепты Разбирают Роучи Адепты Разбирают Королеву Они всё Здесь Разбирают На мэне Они всё Разбирают На вторую базу Роучи На муэ Прямо Отдаются Сейчас На второй Практически То есть Теряет Минимум Вот только Сейчас Адепты Доробов Добрались И Катастрофически Их популяция Снижается И такое Ощущение Что Это 1-3 Счёт Сейчас Станет Не Я не Из Гомеля Не Краканнибал Я Из Пскова Вот Ну Я думаю Что Просто Союзик И Вы понимали Где Строить Нужно Довар Подептов Ещё Идёт Их Очень Много Это Минус Минато Потери Давайте Откроем Посмотрите Как они Бегут Просто Как Какой-то Счётчик Конечно Шайба Есть Ты чё Не знал Давно Так Здесь Спасибо Тебе Зев Зев 2 Про То Что Название Изменить Надо Действительно Так И Нужно Сделать Спасибо Ребят Всем За Поддержку Неожиданно Вечером Она Продолжается Фу Не зря Значит Столько Стримил Я Долго Но Завтра Предупреждаю Вас Сразу Стримить Я Буду Буду Стримить Мало Часов Часов Двенадцати Может До Часов Четырех Вот Может Пораньше Двенадцати Начну Если Смогу Шел Человек Шел Наступил На Пенопласт Дома И Сломался Ступ Ну Бывает Такое Удалили Миндалины Операция Была Это И Счетчик Потерь Да Это И Счетчик Потерь Я Просто Не Договорил Что Как Счетчик Чего Другого Я Не знаю Электроэнергии Он Бежит Или Чего То Еще Что Быстро Очень Накапливается Потери Там Были Просто Невероятно Когда Адепты Скороедобно Скорость Атаки В рабов Вгрызаются Тогда Убирается Все Просто Жестко Так Кстати Надо Мне Еще Один Щетчик Запилить Спасибо Панишер Тебя Тоже С наступающим У всех Ребят С наступающим Омега Ред Ну Такое Дело Как Бо Эти Миндали На Эти Частая Такая Вещь Мужчинам Тоже Бывает Удаляют И Женщинам Надеюсь Что Не в минус Потому Что Некоторым Не Помогает Ну Когда У тебя Полгода Температура Держится 37 Сил Мало То Это Не Очень Так Вожак Кстати Видел Что Ты Там Писал В личку Что То Пока Не Было Времени Посмотреть Отвечу Чуть Позже Вот Ну А пока Жду Вместе С вами Начало Пятой Игры Получается Да Пятой Получается Игры Начало Спасибо Нефка Да Уже Достримивали Тут Нечего Почти Поэтому Все нормально Будет Хотя Как Если Сейчас Начнет Аддончик Камбэщить То Тогда У нас Сколько Четыре Игры Было А всего Семь Может Три Игры Еще Быть У нас Максимум Минимум Одна Но Если Минат Начнет Сливать Его Уверенность Может Пошатнуться Так Температура После Удаления Ну Еще Прошло Три Или Четыре Дня Сетвер Поддержал Ваш Канал На Сумму Четыреста Пятьдесят Рублей Ровно Спасибо Сетверку Очень Приятно Пока Еще Как бы Нет Была Еще Пока Пару Дней Назад Потому Что На 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 Следующий День После Вроде Была Сейчас Не знаю Нужно Узнавать Будем Надеяться Что Спадет Спасибо Ребят Всем За Поддержку Не Ожидал Что Прям Так Все Будет Круто В Этом Плане Но Не Ожидал Ребят Я Что И Стримить Столько Буду Я Просто Сегодня Стрим Как Получился Вот Так Вот Я Встал Смотрю Там Али Малига Где Кореянка Главное Быстро Те Стримит Пошел Даже Ну Вначале Стрима Если Запись Будет Выложена Увидеть Я Там Разговаривал Вот Пытался Промошниться В игру Мне Она Скала Ты Там Рестримишь Как Все Дела Все Теперь Не Пущу Говорил Так И До Этого Не Пускали Ну Короче Как Бред Полный В итоге Я Все Рестримил Пошли Они Все Сами Знаете Куда Подумал Я Потому Что Ну Еще Буду Как Будь Что Там Это Пытался Доказывать Что Типа Это Минус Для Старкрафта И Постоянно Кто Кот Не Пускает И Вынуждены Рестримить Особенно Для Русскоязычной Аудитории Где Ну Ты Ладно Там Европа Да Допустим Они Ну Считают Там Английским Все Своим Языком Как Бо Пусть Смотрит Ну Как Я Не Хочу И Никто Не Хочет Здесь По По Какому То Языку Непонятного Все Смотреть Нужен Русский Стрим Ну В итоге Постримил Потом Прямо В процессе Алима Лиги Договорился С Яндеком За что Ему Огромный Респект Потому Что Просто Невероятные Какие Он Финансы Выделяет На Старкрафт И Вообще И Свои Силы Еще Выделяет То есть Он И Логотипа Делает Он И Турниры Запиливает Как бы Сам На Гудгейме Прямо Я Даже Офигеваю Как бы Я Так И Не Смог Бы Даже Наверное Вот За Выделенный Призовой В 3000 И Всем Написал Вориан В процессе Соответственно Вот Этого Шоу Матча Что Внутри Клановое Внутри Клановый Турнир Идет Команда Каскад И Я Ворвался Сюда Играл Кас Сначала С Минато 2-1 Минато Выиграл Ну А Теперь Финал Минато Против Одон Минус 3-1 Он Уже Ведет Шедоу Марин Да Конечно У бабушки Я знаю Сул Сул Корчик Вообще Все Там Это Все Миндалины И не только Это Все Дело Лимфа Это Все К онкологии Близко И так Далее Но Это Все Плохом Лучше Не думать Особо Я думаю Что Все Будет Нормально Ну Никто Ни От Чего Не Застрахован В Нашем Мире Как Не Все От Старости Умирают Ну Что Фениксы Полетели Вперед Что Это Все На Грустное Мы Переходим Какое-то Давайте По игре Действительно Прилетают Фениксы Овера Начинают Подрезать У Минато Лингов Подмасилось 20 Штук Куда А Он Подбегает Он Видимо Думаю Здесь Третий Нексус Сейчас Будет Но Третьего Нексуса Нет Здесь У нас Робо Плюс Опа Плюс Один Робо Твайлайт Очень Интересное Решение Элегантное Очень Похоже На решение Прошлой Игры Такое же Элегантное Просто Тупо Решил Что Ли Опять Адептами Убить Оппонента Аддон Минус Почему Сразу Он Не понимал Что Так Можно Сделать Тупую Так Минус Дрон Еще Еще Минус Дрон Ну Тут Феникса 2 Продемеджилось Но Дронов Подхарасил Рабочих Упроста Меньше В итоге Нет Я не В Москве Конечно Живу Вот Я В небольшом Городе Живу Так Плюс Один Делается Не Столица Нашей Родины Ну Получается Главному Городу Моего Региона Адепты Скусткаются Вниз Да Посмотрите Скорость Атаки Адепт Пошла Но В этот Раз Не Собирается Увы Нить С адептами У нас Одум Минус Он Собирается С адептами Взять Третий Нексус Выйти В призму Харас Выйти В иммортал В перспективе Еще Каких Нибудь Унитов Наверное Вот Так Хватит Будить Что-то Вы уже Не Куда-то Заходите Далеко Обратите Внимание Что Делает Минато Мне Кажется Это Очень Подозрительным Решением Так А Скорость Нет Скорости Овером Нет Но Как Он Собирается Вот Этих Бэйлингов Реализовывать Для меня Сейчас Просто Непонятно Здесь Летит Призма То есть Этими Бэйлингами Нужно Основную Битву Проводить Вместе С Лингами Тогда Будет Шанс Вот Я Вижу Мув Бэйна Пошел Это Будет Давление Против Процесса Если Будет Достаточно Филдов Достаточно Достаточно Юнитов У аддон Минусов Правильных То Тогда Можно Будет Убить Какие Правильные Против Бэйлинга Какие Пожирнее Архонщики Имморталы Ну По кому Бонуса Нет Сталкера Я не знаю Там Дестабилизатором Можно Бэйлингов Попасть Хотя Если На Муве Будет То Фиг Попадешь Тяжело Будет Попадать Хотя В принципе Можно Но Может Быть Минато Дропнуть Собирается Этих Бэйнов Я не знаю Вроде Пока Не видно Никаких Рыдов Овер И так Далее Субтитры 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 Ну что, врываются Б-линги-линги Куда-то не туда Протс явно пришёл Отвлекаюсь на чатик, где у вас там Пригары всякие идут Посмотрите, что Минато сделал Просто смёл сейчас оппонент своего Но рабочих 69 на 45 В пользу Протса Миллиард здесь пилонов, правда, они рядом все стоят Но Б-линги всё тоже взорвать Явно не смогут После двух дестабилизаторов Два Амортала заказаны, Даркшрайн заказан Минато не ломится вперёд Минато не ломится вперёд Стропорез Что рейтинг, наверное, скадывайте маленький Не флудит никто В чатике не общается Поддержки нет Как же там ещё и за пикоины То есть за донат Ещё рейтинг идёт, получается Адепты заходят на четвёртую Минато как-то странно реагируют очень долго А, не с призмом, потому что заходят Хорошо, адон минус забирает Всё это происходит на 150 апоэма Против 300 Вот, знаете Разница есть Разница Вроде контролит как бы адон минус Вроде всё делает нормально Ну что? Ну что, фениксами пытается отхара Здесь призма всё ещё летает Все адепты живы Призма живая По рабочим Минато наконец-то сравнялся Вот три Что меня беспокоит Это, конечно, грейды Зерга И то, что ультралы уже пошли Так, то просто всё более-менее нормально Вот четвёртый Нексус Надо уходить Смотрите, здесь уже такой Опасный микс, я бы сказал Иммортал всё больше и больше Ошибка, конечно, от аддона Что он Ну, архонов побольше Немножечко, конечно Это вообще всё замечательно будет Дайте вот АПМ посмотрим 150 Как выглядит Так, а что у нас, пацаны Тут это Вечер с Соловьёвым Начался, походу Да, или Что-то я смотрю Тут понять не могу Кого и глядить Сейчас Вольфович Тут в чате Загорлопанит Или что-нибудь ещё Произойдёт такое Ну что, Минато Собирается Налом делать Давайте Хоть на лом-то Посмотрим Пока Передача Ещё не продолжается Королевы идут Энергии Просто много Почти полная Почти у всех Почти полная Почти у всех Звучит опасно У двух Полная У остальных У трёх Полная У остальных Близко Близко К 200 энергии Линги Бэйлинги Королева Ультрала Всё врывается Залпы Куда ты По пейнам По пейнам Попадает Часть Но Как-то тоже Не ахти Шторма Не доделался Поэтому вынужден Сливать Сейчас Архончиков У нас Аддон Минус Имморталы Выдают Дэмаж Сверху Очень большой У королев Трансюзы По минуточку Кончаются Ультралы Правда Тоже падают Фениксы Поднимают Вернулись Сейчас Из атаки Адепты Ультралы Их сразу же Развалили Королев Развалил Зато Проц Феникс Амиоверсиров Не отпускает Лимиты В итоге Очень близки Если бы Не до заказа Мината Которая ему дает Где-то плюс 50 Лимита Ну что Продолжает Мината Забеганиями Просто Оппонента Грызть Отблинкиваются Сталкер Здесь на мейн Можно было прорваться Если бы Мината Сейчас заметил Это Очень важное Обстоятельство И ворвался бы На мейн Было бы жестко Но он так и так В аддон Минуса прессует Просто Жесточайшим образом Падает Четвертый Нексус Казалось бы Уже выдержал Проц Но вот Новой волной Мината Сминает Сейчас А все почему Потому что У Проц Только атака Армора нет Юниты Очень Очень жесткие Получают дэмэдж Что от лингов Что от бэллингов Что вообще от всего Там все с адреналином Ультралы с грейдами На армор Ой Грейды 3-2 По атаке максимум Поэтому без армора Вообще печально И в итоге Мината просто прогрызает Один минус А даже две грелки Вот нахрена Вот тоже не понимаю Вродцы такие Блин Ну ладно там АПМ не АПМ Это все фигня Но Нахрена тебе Вот эти две грелки Сейчас с нулевыми Грейдами Когда этот газ Можно вложить В грейды на землю И будет Микс жесткий 4-1 Мината побеждает 4-1 Мината в итоге Побеждает Ну что же Да не Какие там Бруды Мината Еле-еле Ну что На этом турнире От каскада Закончится Получается Фуф Что по времени Это у нас А вижу Что по времени Сейчас Игры Сейчас много Факторов Зарешало Грейды Зарешали Микс У Тирана У Протса Такой был В последнем Замесе Шторм И в предпоследнем Доделался Лучше бы Подрался Гораздо На самом деле Очень много Факторов Зарешало Здесь Можно было Из Грейды Как бы Они Конечно же Усиливают Но не всегда Вот пишут Распределение мест Не всегда Как бы Игрыды Могут Спасти То есть Это Должен Быть Грамотный Баланс Но Если На самом Лейте Ты играешь Ни в коем Случа Нельзя На третьей Атаке Останавливаться Особенно В лоте Где Ограничены Ресурсы И Бас Ограниченное Количество Так Стропорез, ты донат почтовым переводом принимаешь? Ну, если как бы он есть, то почему бы не принять? Не, мне присылали, тут кружки присылал, ЕЦ 458 или забыл, как никнейм, там футболки всякие, ну, такие штуки за это. За все спасибо, конечно, ребят, большое. Короче, ребят, для ФП у меня глаза устали что-то сильно, я постараюсь завтра до GSL начать ФП поиграть, хотя не факт, что получится. Вот, или может сыграть пару игр все-таки. Не знаю, давайте топ-старт сделаю. Давайте пару сыграть, что-то мне хочется. Уже раз поперла такая мазута, сейчас я обрежу запись, чтобы не было эти матчи здесь.